Разочарование армян. Россия не послала своих солдат воевать за Армению. Российский политолог рассматривает сегодняшнюю внешнюю политику Армении, направленную против Москвы. Российский общественный деятель, политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что пашиняны члены его команды стали откровенно придерживаться прозападной ориентации и демонстрировать недовольство Россией. Причем армянским гражданам такой геополитический разворот, похоже, очень даже по душе. Сказывается определенное разочарование в Москве в обычно лояльном к Российской Федерации армянском обществе. Опять же потому, что Россия отказалась посылать своих солдат воевать за интересы Армении. Поэтому, выступая против России, пашинян ничем не рискует. Это теперь, несмотря на антироссийские взгляды премьера, уже не так опасно. В то же время, подчеркивает российский политолог, у любого общего стратегического курса должно быть обоснование и различные претензии пашиняна к России можно расценить как обоснование этого курса. Армянский премьер будет находить эти обоснования все время. Причем эти претензии касаются того, что в последние месяцы Россия не поддержала Армению, а также есть еще и общие претензии, в частности его заявление о российском оружии. Россия десятилетиями вооружала Армению, причем по очень заниженным ценам и даже бесплатно. И что она получила в ответ от пашиняна? Ереван за свои, а может и за французские деньги решил купить оружие у Индии, то есть заплатить полноценно, а российское оружие назвал металлоломом. И судя по всему, такого рода претензии со стороны пашиняна будут постоянно множиться. Но политическое требование к Москве при этом остается прежним. Либо посылайте своих солдат воевать за армянские интересы, либо мы уходим из УДКБ. В таких обстоятельствах в России, безусловно, сформируется общественное мнение, направленное на то, чтобы Москва поддержала Азербайджан в его справедливом намерении вернуть всю территорию Карабаха, открыть Зангизурский коридор. Хотя, конечно, в российском обществе есть также очень влиятельные проармянские силы, требующие, чтобы Россия пошла на призывы армянства и послала своих солдат воевать за интересы Армении. Но мы таких людей считаем предателями России и представителями отпетой армянской колонны внутри российской системы власти и СМИ, резюмировал Марков.